Сегодня мы с вами поговорим о стратегиях преодоления стрессовых, кризисных и травматических ситуаций, о холпинг-стратегиях. Пожалуйста, еще раз, как меня слышно. Поставьте плюсики, кто меня слышит. И давайте познакомимся, кто не знаком. Меня зовут Люда Мельник, я врач-психолог, кризисный консультант, когнитивно-поведенческий психолог. На данный момент я работаю в Центре медико-социальной реабилитации жертв насилия в семье. Поэтому часто привожу именно из своей работы примеры. И о чем мы сегодня с вами будем говорить. Наш план. Мы с вами определим, что такое есть стрессовая, кризисная и травматическая ситуация. Возможные воздействия данных ситуаций на психику человека. Особенности реагирования в детском и возрастном возрасте на данные ситуации. Мы с вами познакомимся со стратегиями эффективного холпинга. Холпинг – это преодоление техники практического применения холпинг-стратегий. Фактически, как вы можете нарастить или помочь клиенту разработать разные стратегии преодоления. Или те, которые ему будут более эффективны в данной ситуации. И копинг-стратегии для специалистов в социальной сфере. Это про нас. Это то, как мы можем сами за собой ухаживать, как мы сами можем поддерживать свою стрессоустойчивость. И, собственно, что такое стресс? Это воздействие стрессовых факторов на человека. И в связи с этим человек реагирует неспецифическими адаптационными реакциями. То есть, взаимодействие стрессор и ответ человека – это нормальная реакция организма для того, чтобы адаптироваться в внешней среде. Стрессовая реакция для нас есть выживающий. Так мы выжили как вид, так мы умеем адаптироваться, справляться и выживать во внешней среде. То есть, стресс – это нормально. Опасным для физического и физического здоровья является продолжительный или хронический стресс, или дистресс. Он возникает тогда, когда ответ реакции выходит за пределы нормы. Когда уже у организма нет ресурса нормально справляться и нормально выходить из контакта с стрессовой ситуацией. И сейчас мы вот разберем, чем стресс нормативный отличается от дистресса. Мы есть часть природы, мы реагируем так, как природой у нас заложено. Так, как реагируют все живые организмы. И это генетическая реакция организма на незнакомые события. Вот есть стрессорный фактор, который непосредственно воздействует на организм. И для организма это проповреждение. Значит, ответ организма – уменьшить или нивелировать воздействие стрессора вообще. То есть, убежать или победить его. Как результат, автоматизированный ответ организма, когда выделяются гормоны, когда возникает возбуждение физическое, физиологическое, то эта автоматизированная реакция генетическая, она уменьшает воздействие до минимума. Так живут все животные, живые организмы. И у нас также есть этот механизм реагирования. Но мы отличаемся такой структурой, которая называется серое вещество. Лобные доли и так далее. Мы живем в социуме. И наша социальная реакция по-другому. Потому что в нашей жизни больше стрессорных факторов, которые не непосредственно на нас воздействуют и непосредственно могут вызвать наши повреждения, а опосредованно. Что это может быть? Это какая-то непрямая угроза нашему существованию. Это может быть дедлайн, это может быть критика, это может быть какая-то работа. Это необходимо быть социально эффективным. Это необходимо зарабатывать деньги, это необходимо платить кредиты, это необходимо соответствовать своим достижениям, нормам и так далее. То есть это опосредованные стрессоры, на которых также есть ответ. Наша психика, наше тело также реагирует. Она реагирует так, чтобы выбрать эффективный метод адаптации до социальных изменений. Мы пытаемся адаптироваться к требованиям среды. Мы не можем, человек не может там, не знаю, напасть и побить своего начальника, который раздражает. Человек не может во время какой-то критики устать и убежать. Конечно, это возможно, но какие последствия? И понимание этих последствий, да, если я так себя буду вести, то меня социум исключит. Поэтому я так себя не веду. И автоматизированный ответ организма никуда не девается, гормоны выделяются, есть физическое возбуждение, есть готовность бежать на пасть. Но эта реакция, генетическая, биологическая, она мешает принять правильное решение и адаптироваться уже в социальной ситуации. Опять повторюсь, что для нас больше опосредованных стимулов, нежели непосредственных стимулов стрессогенов. И противоречия между генетической программой реагирования и чрезмерными требованиями социальной среды ведут к дистрессу. Именно это для нас есть плата за наше развитие, за то, что мы умные, грубо говоря, за то, что у нас есть серое вещество, за то, что у нас есть сознание. Мы уже не можем себе позволить отреагировать как животное. И возможность договориться между генетической реакцией и особенностями, требованиями социального поведения человека и есть копинг-стратегии. То есть через копинг-стратегию мы пытаемся договориться между тем, что я раздражаюсь, что я хочу ударить, и между тем, что это было бы неразумно. Вот это и есть такое вот обретение человека. Если здесь ясно, тогда мы идем к кризису. Кризис отличается от стресса прежде всего тем, что он длительный, и тем, что человек, когда попадает в кризисную ситуацию, он пытается ее преодолеть, но теми средствами, которые уже неэффективны. А новых он еще не наработал. И при этом человек ощущает беспомощность, растерянность и не знает, что дальше делать, как мне дальше быть с этой ситуацией. То есть человек применяет все копинг-стратегии, которые не помогают ему справиться. И в связи с этим у него возникает психоэмоциональное напряжение. Он плохо спит, он плохо ест, он растерян, он забывает, у него низкий порог толерантности к ксрустрации. Вот это разница, когда я не знаю как. И бывают кризисы, условно говоря, нормативные. Сюда мы относим возрастные кризисы, кризисы селийного развития, кризиса карьерного роста. Ведь когда мы думаем, бросать ли эту работу, переходить на другую работу, у нас также кризис. Мы также анализируем, как мне с этим быть, что мне делать. И есть кризисы утраты, например. Когда ты не можешь подготовиться к этому кризису, когда ты не можешь его предвидеть. Утрата человека, утрата дома, утрата работы, утрата какой-то части, утрата здоровья. И раньше ты привык так вот быть, работать, заниматься и так далее. Тут ты понимаешь, что есть какой-то диагноз, какой-то болезнь, которая... Ты должен как-то с ней быть, как-то адаптироваться к этому. Так, дальше травматическая ситуация или травматическое событие. Ну, я думаю, вы очень много об этом в нынешнее время знаете. Много учили, много поднимали информацию об этом. Это ситуация, которая выходит за пределы привычественного человеческого опыта. Это еще более выходящие за знакомые. И при этом человек переживает угрозы смерти или повреждения для себя или для окружающих. При этом это состояние сопровождается сильным чувством страха и беспомощности. И то, какие будут для человека последствия, на это влияют вот три компонента. Само событие, его интенсивность, его длительность, его частота и последствия этого события для человека отличаются, переживая травматическое событие. Например, если есть какое-то последствие для здоровья, грубо говоря, если человек там, не знаю, лежит в травматологии после этого события, то это, понятно, событие усугубляется. Также на это влияет личность человека и ее ресурсы преодоления. Нервная система, предыдущая жизнь, как он раньше справлялся, были ли у него подобные события, его стрессоустойчивость как личности, структура личности, разная структура личности по-разному реагирует. И реакция социального окружения. Это очень важно, поэтому часто мы учим полицию, мы учим медиков, мы учим многих специалистов правильно, в лобках, правильно реагировать, правильно контактировать с человеком, который пережил или переживает стрессовое, критическое, кризисное или травматическое событие. Очень важно, принимающая реакция, ты точно в этом не виновата. Ну вот если женщина и насилие в семье, наша задача показать, что за насилие отвечает тот, кто его совершает, что ты точно не виновата, ты точно делала все для того, чтобы выжить, для того, чтобы справиться, и так далее. И вот такие вот три компонента, они влияют на те последствия, которые будут у человека на его психическое здоровье. Ну и я достаточно люблю эту схему. Переживая травматическое событие, большинство людей его преодолевает и интегрирует травматическое событие в свой опыт. Или вот как-то компенсирует его и дальше живут. Ну, то есть есть преодоление. Также может быть острая стрессовая реакция, расстройство адаптации, депрессия, страхи, соматизации, зависимости, диссоциация, как форма преодоления ПТСР. И если травма была ранняя или очень сильная, то есть в раннем периоде в детстве, то она может привести к расстройствам личности. Раньше их называли психопатией, сейчас называют расстройство личности. Или комплексному ПТСР. Об этом я более чем уверена. Очень много вам говорили на других тренингах и так далее, поэтому на этом не останавливаемся. И как же дети? Какая особенность детского реагирования? Какие мы можем ожидать реакции от ребенка? Первое, что необходимо сказать, чем меньше ребенок, тем ему важнее реакция своего родителя, своего взрослого. То есть если родитель справился, родитель стабилен, безопасен, и он есть ресурсом для ребенка, то для ребенка преодолеть стрессовое, кризисное или травматическое событие намного легче. Он стабилизируется об своего взрослого. Это очень важно. И чем меньше ребенок, тем больше мы перекладываем усилий на помощь взрослому, который занимается ребенком. Второе, что необходимо сказать, у детей есть психика еще в недостаточной мере делает свою функцию. Поэтому для детей характерна соматизация. То есть функции психики на себя берет тело. И для детей характерно все через тело. Травмы через тело, стрессы через тело и так далее. И чем старше ребенок, тем больше у него дозревает функция психики. И в психическом поле ребенок справляется за счет психических процессов, он справляется с стрессовыми событиями. И дети, интересная у них реакция. С одной стороны, у них еще недозревшие механизмы защиты, механизмы преодоления. Но с другой стороны, они очень пластичны. У них много ресурсов такого природного для того, чтобы справиться. Поэтому дети, с одной стороны, кажется, что они не справятся, но с другой стороны, у них они пластичны. И когда мы работаем с детьми, то как-то получается, что для детей надо меньше встреч, чем для взрослого. Дети пластичны. И это плюс в работе. И также дети реагируют на стресс регрессиями. Регрессии то ли в поведенческих или каких-то умениях. Например, умел читать – забыл, как читать. Умел держать ложку – забыл, как держать ложку. Говорил нормально – перешел на лепет детский. Это про маленьких детей. Те дети, которые учатся уже в школе, то, не знаю, хорошо справлялся с математикой, вообще перестал справляться. То есть обучение и развитие во время кризисных травматических ситуаций – это роскошь. Поэтому вся энергия, вся сила психики идет, организма идет на преодоление, напряжение, которое возникает в связи с этими ситуациями. То есть учиться и развиваться – это роскошь. И ребенок или регрессирует, или останавливается в своем развитии. Потому что сейчас задачи другие, надо выжить, надо справиться. И на что мы можем влиять в своей работе? Вот есть события – стрессовые, кризисные или травматические. Оно случилось. Мы на это мало как можем влиять. Максимум, не знаю, можно забрать, если это источником стресса и насилия, или травм является семья, или кто-то из семьи, то мы можем, не знаю, ребенка как-то забрать из этого, из этой ситуации. Или если в школе это насилие, то забирают ребенка. Или если это насилие в семье, то жертва, что она переезжает, например, в кризисный центр, она переезжает в безопасное место, или к маме, или к сестре, или к подруге. Она как-то… Это все, что можно пока на этом моменте сделать событием. Особенности нервной системы – это биология. Вот такая нервная система, на это тоже мало мы можем влиять. Принятые решения во время события. Я здесь немножко объясню. Во время каких-то стрессовых, кризисных, травматических событий мы принимаем решение. Наш мозг устроен так, что ему важно называть то, что с нами происходит. Ему важно принимать какие-то правила для того, чтобы потом не сталкиваться с такими ситуациями. Вот, например, самое, не знаю, банальное. Написали вы статью в научный журнал, но ее очень раскритиковали. И человек принимает решение. Все, больше никогда не буду писать статьи научные. Или неудачные замужества. После развода женщина принимает решение. Все, больше никогда не выйду замуж. Это тяжело, это больно, это неприятно, это много усилий и так далее. Да, то есть, это вот такие жизненные примеры. Или для того решение детского возраста. Для того, чтобы меня мама не обижала, мне надо молчать о своих потребностях. Мне надо быть удобной, тихой, правильной. Вот, вот вообще, тихонькой, очень удобной. И ребенок, принимая такие решения, он может выжить в той среде, в том событии, от которого он уйти не может. Вот, уйти ребенок от мамы вот не может. И следующее, на эти принятые решения мы можем влиять только вот когда на терапию. Это длительная терапия, когда мы пытаемся по-другому посмотреть на это событие. А что еще это? Вот ты справилась с этим. Может быть, это еще по-другому. По-другому на это можно посмотреть. И с чего нам необходимо начинать работать в этих ситуациях? Это ресурсы. Это с ресурсами преодоления. Собственно, копинг стратегии, с помощью которых мы пытаемся стабилизировать состояние. Если говорить метафору, то когда вы идете к зубному врачу, то сначала он делает анестезию, и потом уже там бормашинкой чистит каналы и так далее. Это ресурс, это возможность снизить боль, возможность снизить напряжение, возможность, которая дает нам возможность потом прикоснуться к тем принятым решениям, которые человек вынес из этого события. И вот две схемки. Первая схемка – это про взрослого. Человек и среда. Человек в кружочке – это человек и среда. А зелененьким – это взаимодействие со средой. Мы не можем уйти от среды. Можем, только это уже психиатрия, когда человек свою альтернативную среду создает. И мы как-то взаимодействуем. Это зеленые стрелочки. Стрелочки, направленные друг против друга, это есть какие-то стрессы, но мы научились с ними справляться. У нас есть эффективные копинги. Я знаю, как делать в этой ситуации. Вы знаете. Дальше. Человек сам может быть агрессивно или разрушающе направлен на среду. Да, это такое также может быть воздействие на среду. Стрессогенные факторы могут быть различны по интенсивности, по частоте. Да, и есть такие, которые вот разрушают, которые есть разрушительные для психики человека. И наша задача в работе со стрессовыми, кризисными или травматическими ситуациями, мы как бы клиента приглашаем в качестве компетентного эксперта поизучать все то, что происходит в его жизни и наработать эффективные попинг-стратегии. Это вот в правом верхнем углу вы и клиент. Это про то, про такую, в терапии это называется терапевтическая диссоциация, когда вы совместно смотрите на то, что происходит в жизни человека, чем он справляется, что ему нравится, что не нравится, как еще можно. Ну, грубо говоря, сейчас вот есть клиент, который не может уснуть в проблеме со сном. Да, и моя задача посмотреть, да, что он делает для того, чтобы уснуть. Он говорит, я пью. Я пью, выпиваю две бутылки пива, и мне как-то нормально, я засыпаю. Как долго, да, это эффективно? Он говорит, ну, две недели было нормально, а потом начались проблемы со сном. Я начал рано просыпаться, вот в два-три часа просыпаюсь, и все, и не могу уснуть. Да, то есть наша задача с ним критически посмотреть на этот копинг-механизм. Наверное, он вот кратковременно эффективен. Давай подумаем, как можно по-другому. Давай подумаем, может быть, что в основе того, что ты не можешь уснуть. Да, и мы с ним нарабатываем более эффективные стратегии. Про ребенка. Да, для ребенка, как я уже сказала, очень важно состояние своего взрослого. И стабильность своего взрослого, он стабилизируется во многом. Поэтому в нашей работе первое – это обращение и обогащение, копинг-стратегиями взрослого. Это стабилизация взрослого, и мы ему предлагаем, как он, какие есть варианты для ребенка. Как ты, как мама, можешь помочь своему ребенку. Сначала, как ты можешь помочь себе, а потом, как ты можешь помочь своему ребенку. Потому что, ну, когда мама сама в разобранном состоянии, у нее, ну, правда, нет ресурса и сил для стабилизации своего ребенка. И для ребенка мы пытаемся возобновить основной вид возрастной деятельности. Если, ну, грубо говоря, если он регресснул, то маме мы предлагаем побудьте с ним на таком возрасте, до которого он регресснул. Ну, например, пятилетний ребенок регресснул по своему поведению и навыкам до уровня трех-двухлетнего. Окей, побудьте с ним на уровне двух-трехлетнего. И тогда к ребенку возвращается та возрастная деятельность, те виды деятельности, те умения, которые он уже приобрел, будучи пятилетним. Вот такой пример. И, собственно, копинг стратегии. Что это такое? Само понятие коп – это справиться, выдержать, преодолеть. Это стабилизирующий фактор. Вот есть трецогенные факторы, а есть стабилизирующие факторы. Все в природе, в балансе. Это то, что помогает личности преодолеть и поддержать психосоциальную адаптацию в период воздействия стресса. Копинг стратегии – это, собственно, поведение, форма поведения, которая поддерживает психологическое равновесие в проблемной ситуации. И я вот люблю изучать эту тему. И я, изучая разные источники, разные исследования, на сегодняшний момент выделяют более 400 стратегий преодоления жизненных трудностей. И это здорово, потому что вот сколько факторов, сколько и стратегий их преодоления. И человек посредством копинга, он выживает, имея вот… выживает в социальной сфере. И было очень много попыток классифицировать, и классификаций также очень много, и одну из них мы с вами рассмотрим. И важной задачей совладания состоит в том, чтобы обеспечить психологическую адаптацию к ситуации, решить проблему или восстановить психологическое благополучие. То есть для того, чтобы тебе стало нормально, необязательно решать проблему. Или, или, или. То есть или я адаптируюсь, или я решаю, или я по-другому на это смотрю, если совсем грубо говоря. И исследования показывают, что чем чаще и чем разнообразней репертуар копинг-стратегий, тем лучше человек справляется со стрессом. То есть не только одним копингом. Может быть там на определенном моменте моей жизни шопинг мне помогал. Я там могла себе что-то купить, и это меня стабилизировало, я себя как-то похвалила, я нормально, все, справилась. Но со временем этого становится мало, и этот копинг может быть уже переходить в разряд неэффективных, или наоборот тех, которые поддерживают какую-то мою деструктивную часть, да, или переходят в разряд зависимости, да. Чем чаще и чем разнообразней, тем лучше. И этому мы учим наших клиентов, и сами также учимся. И, собственно, виды копинг-стратегий, их 15 вот в этом, в этой классификации. И давайте вот рассмотрим. Это может быть активное совладание, активные шаги или прямые действия, направленные на преодоление стрессовой ситуации. Это прямое воздействие на стрессовую ситуацию, как я могу ее изменить. Второе – это планирование. Человек обдумывает, как действовать в этой ситуации, разрабатывает стратегии поведения, рассматривает разные варианты этого поведения, думает о последствиях, да, думает о ресурсах, которые ему необходимы для того или иной какой-то стратегии. Третье – это подавление конкурирующей деятельности. Что это такое? Это избегание, отключение другими видами активности. Может быть, игнорирование других вещей для того, чтобы все силы прикласть для справления именно с актуальной стрессовой ситуацией. То есть пока все это меня не волнует, до тех пор, пока я не решу нынешнюю стрессовую ситуацию. Следующее – сдерживание. Сдерживание решения, скажем так. Это ожидание подходящего для действий момента и воздержания от слишком поспешных или импульсивных действий. Когда человек выжидает. Помню в фейсбуке кто-то шерил такую японскую пословицу, что когда очень долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно вы заметите медленно плывущие трупы ваших врагов по воде. Да, это вот эта стратегия, которая соответствует японской мудрости. Следующее – это поиск социальной поддержки инструментального характера. То есть вам необходимо получить какую-то инструкцию, как обходиться с той или иной ситуацией, какую-то помощь конкретную или информацию. Куда пойти. Следующее – это поиск социальной поддержки по эмоциональным причинам. Когда человек ищет эмоциональную, моральную поддержку, сочувствие и понимание. Дальше – это концентрация на эмоциях и их активное выражение. Это фокусировка на неприятность и эмоциях и возможность их выразить, отреагировать. Позитивное переформулирование. Позитивное переформулирование и личностный рост. Когда мы смотрим на стрессовую ситуацию или пытаемся в ней найти что-то позитивное или найти в ней точки для роста. Например, вот та ситуация, которую я приводила про научную статью. Да, можно же на эту статью не только посмотреть, как все, я больше не буду заниматься научной. Можно на это посмотреть, как, может быть, необходимо подучиться, как правильно писать научные статьи. Это точка для личностного роста. Следующее – отрицание, отказ верить в случившиеся или попытки отрицать его реальность. Это не со мной. Этого не может быть со мной. Следующее – это принятие. Принятие реальности произошедшего, стрессовой ситуации, противоположной предыдущему. Когда ты понимаешь, что это произошло. Это есть обращение к вере, обращение к помощи Богу, вере, религии. Здесь не обязательно вера как религия. Здесь может быть вера в то, что после плохого обязательно случаются хорошие. Вера в людей, вера в все, что не делается, делается к лучшему. Поэтому вот такие вот убеждения, которые не имеют научного обоснования, но вот они помогают. Следующее – использование успокоительных. Это алкоголь, это наркотики, это лекарственные средства. Как способ избежать проблемы или как способ улучшения самочувствия. Следующее – это юмор, шутки и смех по поводу ситуации, которая произошла. Следующее – это поведенческий уход от проблемы, отказ от достижения цели. Ну, значит, я этого не буду делать, другими словами. И регулирование усилий, направленных на взаимодействие со стрессором. То есть уход от решения этой проблемы. Я не хочу тратить на это силы, пускай само как-то решается. Или мысленный уход от проблемы посредством того, что используются различные виды активности для отвлечения от неприятных мыслей. Например, фантазирование, сон, сериалы – это очень популярно. Интернет – как-то не думать об этом. И какие же стратегии продуктивные, а какие нет? Как мы можем понять, что для человека является продуктивной стратегией, а что – не очень. И этим вопросом подходили к этому вопросу научно и проводились исследования для того, чтобы изучить продуктивные стратегии и непродуктивные. И оказалось так, что большинство людей относили или справлялись с ситуациями посредством проактивных копингов. То есть непосредственно тех копингов, на которые человек пытается как-то, непосредственно на ситуацию человек пытается как-то воздействовать. Он с ней пытается справиться через какое-то поведение, куда-то побежать, что-то узнать, у кого-то проконсультироваться, что-то сделать с этой ситуацией. Нет, это так просто нельзя. Это во многом помогает справиться с тем генетическим механизмом реагирования. Потому что когда ты активен, ты отрабатываешь адреналин, норадреналин, и он не воздействует на твой организм. Это стратегия активного преодоления проблем, планирования действия, общения с другими людьми, обращения за социальной поддержкой, копинг, сфокусированный на поиске смысла и стратегии юмора. Также сюда относят принятие и горевание по поводу ситуаций, на которых ты не можешь воздействовать. Первый вариант проактивный копинг – это тот копинг эффективный тогда, когда я могу влиять на эту ситуацию. И я влияю. Но этот копинг неэффективен в тех ситуациях, когда я не могу как-то на нее воздействовать. Когда что-то я утратила, кого-то я утратила. Как бы я не бегала по врачам, как бы я не молилась Богу, я не верну этого человека. И в этих ситуациях продуктивным считается принятие и горевание по поводу от таких ситуаций. Обращение к стратегиям, также эффективным считается, обращение к стратегиям конструктивного мышления, стратегии, направленные на свое физическое благополучие. И многие исследования показали, практически все, что здоровый физический организм легче справляется с психологическими, травматическими прессорами, стрессовыми ситуациями. И до непродуктивных копинг-стратегии также исследования показали, что к ним относят стратегии избегания и стратегии самообвинения. Но непродуктивный копинг считается тем, который просто уменьшает на некоторое время симптомы или их проявления. Но в долговременной перспективе они непродуктивны. Они могут даже поддерживать или укреплять психологическое неблагополучие. Это вот пример с алкоголем. Но нам в работе очень важен исследование, это здорово, это очень хорошо, они нам помогают. Но нам в индивидуальной работе важна индивидуальная карта копинг-стратегии нашего пациента, нашего клиента. Или вас как человека, который пытается справиться с этим. Потому что для одного человека копинг-стратегии могут помогать ему, но для другого они будут неэффективными. Потому что они связаны с тем, что за одним и тем же поведением может скрываться разный смысл и содержание этого поведения. Вот классическим примером есть обращение к вере. Я это мощный помощник, мощный копинг, когда обращаюсь к вере, обращаюсь к Богу. Но когда кроме этого больше ничего и постоянно там, то это уже переходит в разряд избегания от реальности. Поэтому мы клиента расспрашиваем, как ты справляешься, что тебе помогает, что нет, что раньше помогало, а теперь нет. Что, как тебе кажется, еще можно попробовать в своей ситуации. И есть очень хороший тест, он называется «Методика коп». Она помогает составить эту индивидуальную карту не только посредством расспросов человека. Если кому интересно, то можно пройти этот тест и узнать свой профиль копингов. Вы можете узнать, какая ваша мышца накачана, какие копинги ваши любимые, а какие необходимо еще разработать. И есть вот копинг-каналы, собственно, рекомендация. Если, например, мой любимый... Что-то, что не помещается на слайде. Есть копинг-каналы, есть телесный копинг-канал. И здесь мы работаем через релаксацию, физические упражнения, какое-то поведение, игры, прогулки, работа. Есть когнитивность. Мы здесь работаем, когда собираем событийную информацию, что конкретно произошло. Не интерпретация человека по поводу этой ситуации. Он посмотрел на меня так, потому что... И так далее. А фактически, что он сделал? Коррекция иррациональных методов мышления. Сюда относятся катастрофизация, черно-белое мышление. И очень важны идеи в работе, идеи самообвинения и стыда. Когда человек принимает на себя, что это я виноват в персонализации. Мы исследуем ситуацию и альтернативные взгляды на нее. А о чем еще эта ситуация? А как еще на нее можно посмотреть? Работаем с внутренним критиком. Также сюда относятся создание шкал приоритетов, изучение возможных рисков, размышления, реалистическое планирование, программы действий и так далее. Следующий колпинг-канал – это эмоциональность, эмоциональная поддержка, вентилирование чувств клиента, принимающий контакт с клиентом, эмпатия, самовыражение с помощью написания текстов, других методов. Когда человек имеет возможность отреагировать на свои чувства в связи с третевой ситуацией. Дальше – это творческий колпинг-канал. Дальше – это очень здоровый канал. В третей и в третей и в третей и в травматических ситуациях наше восприятие становится ревидным. По типу туннельного мышления, туннельного восприятия и творчества или фантазии нам помогают расшатать границы такого восприятия. А давай, когда клиент, я не знаю как, я все попробовал, не знаю как, я предлагаю ему пофантазировать хотя бы на эту тему. И фантазии запускают в нашем мозгу очень важные процессы. Они запускают процессы, помогающие выйти человеку за пределы своего ревидного мышления, которое в нас включается в этих ситуациях. Это важный канал, который, правда, здорово использовать. Дальше – это может быть снижение вреда стресса при помощи воображения, релаксации, управляемая образность. А если человек, наоборот, влетает в воображение и к реальности, уже мало что его привлекает в реальность, то наша задача, наоборот, приблизить его к реальности и найти различия между воображением и реальностью. Вот ты сейчас говоришь об этом. Это что? Это так было или ты так бы хотел? И различные проактивные методики, техники, они также нам помогают. Следующий канал – это ценностность. Это мой любимый канал. Если я понимаю, зачем, то я выдержу любое как. Если я понимаю, зачем я пишу отчет, зачем я занимаюсь бумажной работой, зачем я выдерживаю что-то, это мне помогает во многом справляться с стрессом. И если человек верит в правильную дорогу, когда есть осознание идеи в своей деятельности, корни, истории, зачем это все происходит. Также здесь мы можем использовать техники прощения себе, принятия и отпускания. Например, при горевании и так далее. Переосмысление ценностей и планов, оценка возможностей и адаптация к изменениям. Следующий – это социальный канал. Не знаю, как-то не видно его. Тогда прокомментирую. Следующий канал – это социальный, где мы с человеком помогаем ему ощутить принадлежность к группе, к организации, где человек может обратиться за помощью к ближнему, к ресурсному для него человеку. Также здесь являются такими полпинг-стратегиями – это использование роли или функции. Я, например, знаю социальных работников, которые, используя роль свою как социального работника, могли справиться с тяжелыми, стрессовыми, даже кризисными, даже травматичными ситуациями. Когда человек, используя ресурс себя как социального работника, мог на ситуацию посмотреть с профессиональной точки зрения. Мог там найти, смобилизироваться, найти организации, найти мецената, найти помощников, найти врачей, организовать подъезд и так далее. Это во многом помогало справиться. Также сюда относятся семейные ресурсы, обращение к консультации другим специалистам, групповая работа, групповая поддержка человека. И вот пример работы. Вот тогда вы можете, например, работать с клиентом на наработку полпинг-стратегий. Например, вы можете составить максимальный список приятных активностей и полезных активностей в связи с данной ситуацией. Ведь часто то, что является полезным, человек не хочет этого делать, потому что это неприятно ему. Поэтому необходимо составить и то, и то. И тот, и тот список в связи с ситуацией, например, стрессовой. В связи с ситуацией, например, выхода на новую работу. Что здесь полезного, а что здесь приятного для тебя. Следующее – это спланировать график дня и выбрать из этого списка те активности, которые ты введешь в график дня. С анализом настроения и активностями, которые помогали тебе справиться, которые вызывали позитивные изменения, которые помогли тебе заснуть, например. Которые помогли тебе преодолеть тревогу, которые помогли тебе преодолеть конфликт, преодолеть страх и так далее. В связи с запросом клиента. Дальше мы, клиенту предлагается отслеживать и контролировать дисфункциональные или иррациональные мысли. Когда ты попал в эту ситуацию, о чем ты подумал? Он говорит, что со мной так всегда, вот опять это со мной возникло. У меня хорошего не может в жизни происходить. Это мысли иррациональные. Их необходимо маркировать. И последнее, это прямо просить о помощи и уверенно ее получать. Вот это прямо прописывается. Потому что многие люди, особенно в нашей культуре, прямо просить о помощи, это тяжело. Следующее, это тот коупинг, о котором я не говорила. Это коупинг, контакт с животными. Самые тяжелые травмы мы получаем от контакта с другими людьми. Но и специфика терапии в том, что только в контакте с другим человеком мы можем исцелиться. Вот такая беда. Но сразу довериться другому человеку опасно. Вот боюсь. Много защитных механизмов. Много агрессии. Много страха и так далее. Поэтому переходным объектом безопасного контакта после травмы часто бывает собака или кошка или любое домашнее животное. И это во многом недооценено. В Америке, например, военным, которые возвращаются из войны, им выписывают или предлагают собаку как терапевта. Собаку как помощника. Собаку как стабилизатора твоих эмоций. И в Великобритании, вот врачи, это перешло в структуру медицины, врачи в Великобритании прописывают своим пациентам завести домашнее животное. И это звучит так, как собака или кошка по рецепту. Поэтому контакты с животными во многом терапевтичен. Здесь, кто не узнает, что это за животное, справа это вомбат. Посмотрите, что это за животное. Они очень милые. И контакт с животными, правда, очень терапевтичен. И проводились исследования в той же Великобритании, что наличие кошки, кошек изучали, и тех пациентов, у которых есть депрессия. То пациенты, которые имели депрессию и имели кошку, они дольше пребывали в ремиссии, например. Они легче выходили из депрессивных состояний. Очень много исследований на этой теме. И кулпинг для вас. Кулпинг для нас на каждый день. Для нас, как для специалистов. Вот это такие маленькие правила, которые, правда, необходимо выдерживать каждый день. Практиковать каждый день. Первое правило, чтобы не случилось, дышим. Наше дыхание, оно показывает нам безопасность. Когда мы задерживаем дыхание, все, запустился процесс реагирования на стрессы и так далее. Просто дышите. Потому что в социальной сфере мы часто контактируем со стрессом, с травмами других, с историчной травмой и так далее. Смотрите чаще в окно. Смотрите. К чему? Это к тому, что когда я переношу фокус своего внимания на жизнь, которая происходит, это во многом помогает. Это переключение внимания. Исключите или уменьшите стимуляторы. Это кофе, сигареты во время работы. Пейте отвар травм. Я не знаю, ромашка, милиса, ибирь и так далее. Жизнь – это движение. Много ходите. Или ходите столько, сколько вы можете. Особенно во время работы. Есть ли возможность кому-то что-то передать? Вот берите это и куда-то ездите, идите. Есть возможность идти пешком, идите пешком. Переключитесь из стрессогенной деятельности на другую. Обрывайте контакт со стрессогенной ситуацией. Насильно. А фантазируйте о выходных и отпуске. Даже если вы знаете, что, как всегда, пролежите на диване и никуда не пойдете, сами фантазии, они уже терапевтичны. Я вам уже рассказала, почему так. Они запускают в нашем головном мозге дофаминовый путь. У нас там есть такой дофаминовый путь, который помогает нам вырабатывать важные для нас гормоны. Не стрессовые, а те, которые про что-то хорошее. Следующее – это хобби. Имейте хобби. Переключайте свою деятельность. Следующее – в контакте со стрессовой ситуацией, с травматической историей клиента. После клиента, например, наведите порядок на столе. Или в кабинете. Полейте цветы. Вот переключитесь на деятельность. Наводить порядки физически, практически – это во многом помогает нам, нашему мозгу, перерабатывать ту нелегкую информацию, с которой нам поделился клиент. Вот правда. Для женщин это легче. Потому что женщины чаще убирают, чаще перекладывают носочки, и так далее, футболочки. Это легче. Рассмешите себя. Опять-таки исследования показали, что когда мы смеемся, но смеемся так, что прям до слез у нас вырабатывают опиаты. Наши внутренние опиаты, которые нам помогают пережить какие-то ситуации. Вот прям рассмешите себя и окружающих, подурачьтесь и так далее. И я часто читаю тренинги для врачей, и среди них бывают хирурги и реаниматологи. Я у них на одном из тренингов спросила, как вы справляетесь? Это тяжелая работа, это простоять, не знаю, 6 часов, операция длится. Ну вот как вы справляетесь потом? И многие из них ответили, что они вот смеются, они настолько, не знаю, гонят веса, они вот прямо скачаются по полу. И кто знает, у кого есть врачи, среди знакомых, кто знает вот специфический юмор медицинский. И так человек, он справляет. Следующее. Научитесь говорить «нет». Это то, о чем я буду всегда говорить. Следующее. Играйте в командные офисные игры. Было бы вообще идеально завершать день рабочий с какими-то командными играми. Но это не сидячие игры должны, а игры, где есть двигательная активность. И последнее – это ароматерапия. Скорее, это про комфорт. И ароматерапия, вот замечали вы, когда вы проходите булочки, которые пахнут ванилькой или там корицей, вот как-то вы расплываете с улыбки, как-то становится напряжение куда-то уходит и так далее. Вот ароматерапия, опять-таки, исследования показали, что именно запах ванили, корицы, лаванды во многом помогает нам снизить восприятие ситуации как опасной, как стрессовой. Такие запахи нас расслабляют. Окей, если вы все это делаете, но вам это не помогает, задайте себе два вопроса. Для чего я это делаю? Для чего я хожу на работу, на семинары, на тренинги? Какой в этом смысл? Есть ли для меня в этом ценность? Ценно ли то, чем вы занимаетесь для вас? Может быть, вопрос не во мне, не в стрессах, а в работе? Или в моем отношении к этой работе? И следующий вопрос. Нравится ли мне то, что я делаю? Люблю ли я это делать? Чувствую ли я, что это хорошо? Настолько хорошо, что я делаю это с охотой, с радостью? Но нормально, что, может быть, не всегда дела будут идти хорошо. Не всегда нам наша работа нравится. Это есть ситуации, которые нужно вообще. Но чувство радости и удовольствия от работы, от своей деятельности, должно превалировать. И это, правда, важно. И когда мы смотрим масштабно на свою деятельность, то это нам помогает выдержать мелкие эспрессоры. И есть такое буддийское правило. Я очень уважаю буддизм, некоторые его моменты. И это правило во многом мне помогает. Оно вот даже у меня распечатано висит в кабинете. Если у вас есть проблемы, алгоритм решения проблем, у вас есть проблемы, да. Следующий вопрос. Можете ли вы их решить? Если да, тогда не волнуйтесь. Просто решайте их. Если не можете вы их решить, тогда не волнуйтесь. Ваши волнения, ну вот, правда, от того, волнуетесь вы по поводу этого или нет, не влияют на результат. И следующий алгоритм. У вас есть проблемы. Другими словами, это ваши проблемы. Нет, тогда не волнуйтесь. И последний слайд. Рецепты счастливой жизни. Не надо ждать стресса для того, чтобы нарабатывать коупинг-стратегии. Необходимо повышать свою стрессоустойчивость путем различных маленьких мероприятий. И вот они и представлены. Заниматься спортом, читать книги, учить языки, делать небольшие сюрпризы, больше ходить пешком, заниматься творчеством, хвалить себя, медитировать, улыбаться, заниматься благотворительностью, выбрасывать ненужные изданы, ну и так далее, и так далее. То есть, для того, чтобы разработать коупинг-стратегии, не обязательно ждать, когда придет к вам стресс. Это необходимо делать уже сейчас, повышая свою стрессоустойчивость. Окей. Может быть, есть какие-то комментарии или вопросы? Задавайте, пожалуйста, попробуем на них как-то обговорить, ответить. Кто еще слышит меня? Кто еще слышит меня? Хорошо, я так поняла, что вопроса нет. Если ребенку три года, он тесет пальчик, то как правильно отучить его? Для ребенка, может быть, это и нормативное поведение, это проявление регресса, например, если он уже этим не занимался и вдруг начал это делать. Это для вас показатель того, что ребенок пытается как-то себя успокоить. Что-то у него вызывает напряжение. И таким образом он пытается успокоить себя через такое поведение. Попытайтесь ребенка по-другому успокаивать. Другие, погладить ему спинку, попеть ему песенку, поукачивать его. Часто дети сосут палец перед сном, для того, чтобы расслабиться и сбросить напряжение. Предлагайте ему другие варианты, по-другому себя расслабить. Попейте какие-то песенки, почитайте ему что-то. Точно не надо фиксировать на этом внимание, потому что получается, часто получается замкнутый круг. Когда мама агрессирует в связи с этим, да, да, в связи с этим агрессирует, то ребенок что, он напрягается и еще больше сосет палец. И получается замкнутый круг. Мама опять кричит, ребенок напрягается и так далее. Да, можно скачать презентацию на этом ресурсе. Вы можете скачать ее. Другие можете скачать также. Спасибо. Хочу поблагодарить Центру Знаний. Для меня очень важны такие вещи, как информация сейчас очень важна. Ну, правда. И спасибо Центру Знаний за возможность делиться информацией, за возможность брать информацию. Это правда сейчас очень нам важно. Так что, да, копинг смысла для меня здесь, да, если я вижу здесь важность, важность этой работы, важность вашей работы, для меня это большой смысл, большое значение имеет. От девочки ушел парень, она очень переживает. Вина ее, конечно, есть. Ну, это для нас, да, есть. Ну, наша задача не усиливать ее вину. Да. Наша задача, вот как я говорила, такая терапевтическая диссоциация, пригласить ее поизучать. Давай посмотрим, вот, что произошло, да, давай посмотрим, как это произошло, да. Вот девочка, я так понимаю, подросток. Для подростков, вот, они просто считывают критику. Вот даже если я не говорю об этом, но думаю, что ты сама виновата, конечно, в этой ситуации. Они вот критикуют, для них это очень остро, поэтому очень часто говорить об этом. Слушай, ну ты уже это сделала, ну правда, ну так уже, так уже это произошло, давай попробуем. Вина – это про то, что ты сделал. И вину всегда можно как-то искупить, вот если, совсем грубо говоря, как ты можешь, может быть, ты ему напишешь, попросишь извинения, может быть, ты просто напишешь письмо, но не будешь его отсылать. Может, мы с тобой, вот, здесь здорово работает техника двух стульев, когда обвиняющая часть садится и реалистичная часть, реальная часть, и они между собой обговаривают эту ситуацию. Часть девочки. Да, можно вообще взять парня этого. На одном стуле парень сидит, на другом – это девочка, и диалог между этими персонами. Так можно. Окей, спасибо. Хорошо, благодарю вас за то, что вы были на моих вебинарах. Спасибо всем. Спасибо Центру Знаний. Это последний вебинар. Я очень рада, что была с вами. Спасибо большое. Надеюсь, была вам полезна. Спасибо. До свидания.